В историю освоения Арктики вписаны имена десятков первопроходцев и ученых. И имя Никифора Бегичева занимает в этом списке не последнее место. Полярный волк, последний отшельник, таежный проводник. Вот лишь несколько его прозвищ, полученных им за несгибаемый характер и непреклонное следование к цели. Никифор Бегичев, как и всякий настоящий путешественник, оставил о себе добрую славу. Северные народы почтительно звали его Улахан-Анцефер, Большой Никифор. Впрочем, и официальных регалий у боцмана Балтийского и Тихоокеанского флота хватало. Георгиевский кавалер, обладатель золотой медали за поход на шхуне Заря, официальный открыватель Арктических островов. В 1811 году зверопромышленник Яков Санников, находясь на острове Котельный, увидел неизвестную землю. По его мнению, туда улетали гнездица птицы, а значит там было теплее, чем на остальном севере. Ненайденный, но желанный остров получил название «Земля Санникова». Его поиски долго не давали покоя российским путешественникам. В 1900 году на поиски земли Санникова отправилась экспедиция барона Толли. Для этого была закуплена шхуна Заря. Для набора экипажа барон отправился к командованию флота, а оттуда пришел приказ найти добровольцев. Командир крейсера герцог Эдинбургский подготовил для Толли список наиболее опытных добровольцев. Первым днем был боцман Никифор Бегичев. Несмотря на свои 26 лет, Бегичев был опытным моряком, избраздившим Атлантические, Индийские и Тихие океаны. Стоит отметить, что другим историческим персонажем в составе экспедиции был лейтенант-гидрограф Александр Колчак. 8 июня 1900 года по старому стилю шхуна Заря вышла из Петербурга, а в сентябре 1900 года уже находилась в районе Новосибирских островов. Однако никаких признаков земли нигде не было. Льды сковывали шхуну, заставив корабль впасть в первую зимовку у острова Диксон. Следующее лето результатов тоже не принесло, и Толь остался на вторую зимовку в Нерпичьей бухте. В мае 1902 года, не дождавшись таяния льдов, барон решился на санно-шлюпочный поход на остров Бенетта. Планировалось, что Заря заберет их с острова, когда растают льды, но льды так и не растаяли. Не дождавшись корабля, барон решил сам идти на юг, но никто из его группы не выжил. В Петербурге об этом тогда никто не знал, и для спасения Толя создали спасательную экспедицию под руководством Колчака. Его план был прост, до острова Бенетта идти на шлюпках, дальше на санях по льду. Увы, найти Толя Колчаку не удалось, но его экспедиция могла бы закончиться трагически, если бы не подвиг Бегичева. Я шел передом, увидел впереди трещину, с разбегу перепрыгнул ее, вспоминает Никифор позднее. Колчак тоже разбежался и прыгнул, но попал прямо в середину трещины и скрылся под водой. Я бросился к нему, но его не было видно, потом показалась его ветряная рубашка, я схватил его за нее и вытащил на лед. Но это было недостаточно, под ним опять подломился лед, и он совершенно погрузился в воду и стал тонуть. Я быстро схватил его за голову, вытащил еле живого на лед и осторожно перенес к берегу, положил на камни и стал звать Инькова. Мы сняли с Колчака сапоги и всю одежду, потом я снял с себя егерское белье и стал одевать на Колчака. Оказалось, он еще живой, я закурил трубку и дал ему в рот, он пришел в себя. За поход на шхуне Заря Никифор Бегичев был награжден золотой медалью. Когда началась война с Японией, Никифор, состоявший на воинской службе, был откомандирован на миноносец Бесшумный. Судно принимало участие в обороне знаменитого порта Артура. Бегичева наградили Георгиевским крестом. Уволившись со службы, Никифор вернулся в родной Царев, маленький городишко в Астраханской губернии. Он женился и хотел зажить спокойной жизнью, но тяга к приключениям взяла верх. В 1906 году он вместе с женой уехал на Таймыр, где решил заняться пушным промыслом. От таких же охотников и северных аборигенов он узнал о существовании еще одной мифической суши – Шайтан-Земли. В ее поисках бывший боцман исходил весь Таймыр, открыв два реальных острова в заливе Хатанги, Большой и Малый Бегичев. Кроме того, выходец из народа по заданию Академии наук наносил на карту месторождение угля, уточнял русло рек, искал кости мамонтов и черепа мускусных быков. В 1915 году Бегичев, как знатока Таймыра, попросили помочь команде барка «Эклипс». Корабль должен был забрать из ледового плена две экспедиции Брусилова на Святой Анне и Русаново на Геркулесе, но вместо этого сам оказался в ледовом плену. Кроме того, у северо-западных берегов Таймыра застряли ледокольные пароходы гидрографической экспедиции «Таймыр» и «Вайгач». Собрав свой отряд, Бегичев сквозь холод и мрак полярной ночи 47 суток гнал оленью упряжки с одеждой и продовольствием. Только благодаря самоотверженности отряда и кораблей удалось эвакуировать 50 человек экипажа. В петербургских газетах Бегичева называли благородным смельчаком и героем. Революцию 1917 года настоящие полярники, занятые делом, попросту не заметили. Осенью 1918 года экспедиция Рауля Амундсена на шхуне Мот оказалась зажатой во льдах в районе нынешнего мыса Челюскина. Прождав более года, Амундсен понял, что ждать, когда растают льды, не имеет смысла. В условиях, когда продукты и медикаменты были на исходе, один из членов экипажа, плотник Петер Тессем, попросил разрешения покинуть экспедицию. Подумав пару дней, Амундсен дал добро и отпустил Тессема лишь в сопровождении молодого штурмана Пауля Кнутсена. Норвежцы пешком отправились на остров Диксон, до которого было 800 километров. К несчастью, до Диксона никто из них не дошел. Когда в 1920 году норвежцы поняли, что соотечественники исчезли, то попросили Советскую Россию помочь с их поисками. В Совнаркоме справедливо решили, что лучше всего с этим справится Бегичев. И в самом деле Бегичев нашел норвежцев, точнее то, что от них осталось. В 1922 году в составе геологической экспедиции Урванцева он спустился к кустю реки Песины и недалеко от берега увидел письма и личные вещи с надписями на норвежском языке. А обыскав прилегающую местность, Никифор нашел в расщелине человеческий скелет. Экспертиза установила, что это были останки Тессемы, обглоданные полярными зверями. До спасительного острова он не дошел каких-то 5 километров. На месте его гибели воздвигли могильный крест из китового плавника. Следов же Кнутсена обнаружить не удалось. Вероятно, он провалился в полыню и погиб даже раньше напарника. Тем не менее, за помощь в поиске норвежское правительство наградило Бегичева золотыми часами. Весной 1926 года Никифор собрал охотничью артель и ушел в тундру бить зверя. Однако за лето и осень артели не удалось заготовить олени на достаточно для зимовки. Да и остальные продукты к весне были на исходе. В конце марта кончился сахар, потом мясо, люди стали болеть цингой. Понимая всю опасность ситуации, Бегичев отправил на Диксон охотника Василия Натальченко. Через метели и снежные бури Натальченко дошел до Диксона и на упряжке вернулся обратно. Но опоздал. 53-летний Бегичев умер за два дня до его возвращения. Покорителя Таймыра похоронили на холме в 150 саженях от избы. Впрочем, на этом история арктического героя не заканчивается. Так как свидетелей его гибели со временем не осталось, в послевоенное время поэт Казимир Лисовский написал поэму, согласно сюжету которой Натальченко убил Бегичева, а потом женился на его жене. Женение бы действительно имело место быть. Чтобы поставить точку в этом деле, в 1958 году генпрокурор СССР Руденко отправил на Таймыр следственную бригаду. Проведя эксгумацию тела, полярника следователя пришли к выводу, что убийства не было. Бегичев скончался от цинги. Так и после смерти благородный полярник Волк помог своему товарищу постановить доброе имя. Статья подготовлена Алексеем Аникиным. Публикуется в журнале «Загадки истории» номер 13 за 2014 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии.